мы продолжаем как бы тему дегустации вот это уже конкретно все-таки крафт пивоварни джавс я бы сказала базовый крафт а джавс это же это же челюсти они то что я подумал юра челюсти челюсти вот и собственно они тут сварили линейку сар бриз и это газеха с грейпфруктовым соком с цитрусовыми оттенками из кориандрами очень долго рассказываешь и не наливаешь лирическое ступление надо бы кончать открыть бы как бы эту штуку давай сюда давай сюда чуть-чуть и газах это нас пенится как это не перекарбали кстати не сказать газеха плотность вот в чем суть ну расскажи людям которые пьют только лагеря стаут что ж такое газеха газеха это у нас в основном соленое пиво но в основном на самом деле сейчас уже такая тенденция пошла что даже много какое кислое пиво называют тоже газы видимо соль туда наверно все-таки добавляют моржу иногда об этом даже низко а соль-то морская или черту знает может начерпали там откуда иногда соли черпать не надо иногда и не надо так он пробует чё там на запах тебя у вас сразу уже бухает мари пахнет кстати соленой морской водой но вот эта линейка да действительно вот это вот она соленая она соленая это круто она соленая такое должно быть по поводу солей расскажу вам сейчас более подробно пивоварня в джапс это базовый крафт для людей которые только-только начинают знакомиться с крафтовым пивом потому что они без всяких выебонов без всяких там не знаю добавлению там не знаю собиных почек короче в свое пиво делают продукт который всегда приблизить ну там плюс-минус конечно там наверно тоже от варки зависит я не знаю не попадала на неудачную варку например он всегда статичен ты идешь покупаешь джавсовскую ипу джавсовская газеху джавсовскую я не знаю там стал тот же самый и ты вся знаешь что ты сегодня попьешь это сто процентов хороший продукт сто процентов правильный выдержанный вкус рецептура то есть джавс я рекомендую вообще всем кто вот вот только-только с лагера решил податься в крафтовой дебри очень достойно очень перейти на темную сторону силы это точно ты не знаешь мощи темной стороны я должен подчиняться своему повелителю я не подчинюсь тебе придется убить арт-группировка антиглина опять-таки вот решили попробовать сарбриз прошу прощения сарбриз от юс грэвери можно 250 что-то не холодная запах тоже так себе какой-то ну что у нас еще может быть соленая кроме морской воды но мне например в голову приходит только кровь а уж впервые год назад когда я попробовал ну правда манговый был вариант этот этот цитрусовый ну скажем так не было столько ассоциацию что это соленый пельмень пельмени в чем пельмени насчет пиво могу сказать что грейпфрут я лично особо не чувствую потому что я привыкла с игрой фруту это горько и это очень-очень цитрусово здесь мне почему-то не очень цитрусово здесь я больше чувствую прямо вот именно соль вот эту какую-то морскую мне нравится то есть блин с будунище это просто мне кажется кайф ледяное из холодильничка с утреца но это просто прелесть кроме шуток конечно соленые напитки это же опять же является изотониками есть такое как бы спортивные вещи изотоники из изотонические напитки ты сейчас расскажешь человеку который со спортом связан только знанием о том что он и есть для кого-то незнакомое слово изотоники сегодня станет знакомым благодаря нашему спортивному эксперту все все эти 20 20 человек которые смотрят они тоже со спортом то связаны вот поэтому с диванным током поэтому мы объясняем что существует еще изотонические напитки они содержат в себе минералы в том числе соли для того чтобы восполнить потери при беге и там при занятии теперь в тв-шопе надо знаешь вот эти вот а вообще резко рекламировать таким тоном покупайте гербалайф немаловажно напомнить что это четыре с половиной но они так и чувствуются четыре с половиной больше и больше не дашь у хороших крафтях и спирт не чувствуют от слова совсем четыре с половиной и прочее это уже неужели ты не замечаешь что ты пьешь алкогольный напиток они безалкогольный если говорить о кисляках хороших кисляках там может плотных там даже какие-то ягодные а ты пробовал тоже джавсовского пивоварню но или don't worry baby это эпоха безалкогольная либо у них есть отличный кисляк который называется don't worry sweet это кислый ну то есть по вкусу это прям кисляк но он абсолютно без алкоголя ну там по 0 там ну как в классе чтобы я купил безалкогольное пиво дороже там 30 рублей ну вот это уже по моему гейство безалкогольное пиво был бы беременным купил бы вот а я покупала понимаешь покупала 9 месяцев покупала и могу тебе сказать что очень заметно разница вот don't worry sweet и кстати очень похоже на вот это только там еще вам что-то тропическое это тоже джавс да они как раз вот этот линейку выпускают для видимо для водителей которые на концерт выезжают там не знают такого в папа и ждать своих друзей не знаю для кого и для беременных женщин и очень большая разница между тем и вот этим то есть здесь действительно чувствуется алкоголь ты просто не пьешь безалкогольное пиво поэтому тебе кажется что ты вообще его не ощущаешь на самом деле ты в офиген ощущаешь и для сравнения кстати следующий раз предлагаю тебе как раз такие бутылочку взять и попробовать один раз можно чтобы я мог добавить для меня джавс это принципе вот что-то такое базовое достаточно то есть у них существуют эти базовые вещи популярные почему-то может быть понятно почему такие как атомные прачечные то есть постоянно берут джавсон джуса они делают ну ты у них такие типовые то есть там ничего там не намешано просто стал стал насчет стал ты я очень люблю стал ты и буквально вчера я пила джавсовский стал овсяный классический овсяный стал с машинкой на этикетке супер вот это как раз таки тот продукт который я считаю что просто и вот захотелось стаута пошел и купил джавсон без всяких экспериментов без всякого хороший классический без добавления блин лактозы которую все все стауты пихают ванили какао кофе и так далее потому что заходишь пивной магазин и невозможно абсолютно выбрать нормальный человеческий стаут без вот это вот дрочи которые туда все пихают вот как раз таки джавсовский я очень рекомендую именно такой должен быть но крафт он же как бы должен быть с какой-нибудь дрочкой вот с этой вот каждый дрочек хочет конечно я понимаю но иногда хочется чего-нибудь классическое и иногда хочется не азотного стаута и вот когда хочется не азотного стаута то есть не совсем безвкусной жижи да ну азотный стаут из пятерочки это же вообще по-моему что-то с чем-то мы это обсуждать не будем потому что у меня прям уже глаз начнет дергаться это нельзя пить ну разве что не орфис но он там очень редко бывает такое ощущение что мы сейчас даже больше про пивоварню они про конкретное пиво ну и хорошо ну и саурбриз это газеха с грейпфруктовым соком хорошо я оценю его на 4 потому что пятерка но все-таки для меня это что-то вообще прям топчик какой-то сумасшедший четыре с половиной не дам потому что я не чувствую грейпфрут а вот четверка твердая абсолютно любители соленых пельменей как бы я бы не сказал что я противник соленых пельменей четверку не дам потому что тут четыре с половиной четыре с половиной ну зачем надо чтобы сразу сразу из-за этого просто из-за всего можно даже можно докопаться что у них картинка плохая а кстати вот это я люблю кстати нет хорошо я тогда знаете что это четверть тогда сниму потому что скучная скучная картинка давайте посмотрим еще раз ну что выходила вино миносали то примерно такая картинка а чайка тогда там причем чайка на это все и делает все четверть за картинку снимаем нет оформление у джавса мне не нравится умные все стали вам не уходишь но у меня опять же три с половиной скажем так и три с половиной насть на сей раз уже без оговорок то есть реально это просто будет ну больше не возьму но три с половиной это опять же не дни это не днище это нет нормально на нее три с половиной дом нормально санка может не в школе вот три с половиной и перейдем к ассоциации самые наверное интересные вещи эту программу ассоциация с арубризом так я думаю что это какая-нибудь композиция из группы 69 ice потому что что-то соленое напоминает мне все таки немного кровь наверное как бывшего года которым я была в 12 лет ну вот трушным таким годом понятно же да что я слушала хим очевидно что и секси на нас как раз таки и вот что-то наверное из секси на нас но мы в моем случае это наверное все таки юрка антонов с песней море убежьте море море мир бездонны а бывало